На основной площадке кинофестиваля «От всей души» прошел праздничный вечер «Никто кроме нас», посвященный Дню Воздушно-десантных войск Российской Федерации. Во дворце губернаторский собрались бывшие и нынешние десантники 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова 2-й степени бригады. В тельняшках и голубых беретах со своими женами и детьми. На вечер пригласили и тех, чьи мужья и сыновья стали участниками специальной военной операции. Для некоторых из них это праздник со слезами на глазах. В фойе развернули полотно памяти с портретами погибших, а рядом с ними стояли женщины в голубых шарфах. Я от всех мам 31-й бригады поздравляю ребят-десантников с праздником ВДВ. Хочется пожелать чистого и мирного неба и, конечно же, успехов во всех начинаниях. И скорейшего завершения и возвращения домой к близким. Автором проекта «Сердце вновь оживет» стала мама погибшего офицера, педагог-психолог высшей категории Резида Хананова. Мам поддержал губернатор Алексей Русских. Хочу сказать всю правду, как есть. Были на 8 марта на встречу Алексея Юрьевича, мамы. Увидел проблему немного поглубже и пошире. Я психолог по образованию, 43 года отработала по специальности. Ну и решила пока, чем могу направить силы на помощь людям, таким же, как я. Я написала программу, проект, поддержал комитет семьи воинов отечества Олег Васильевич Шеверданов. Он помог запустить. Обратились в бригаду 31-ю. Они поддержали. В организацию входят 25 женщин. Их сыновья и мужья выполнили свой воинский долг до конца. Как ангелы-хранители, участницы проекта помогают бойцами сейчас, плетут маскировочные сети. 11 в этот день они передали 31-й бригаде ВДВ. Зал молча встал, когда на экране появились портреты тех, кому посмертно присвоено звание Героев России. Мужество, отвагу, силу духа и несгибаемый характер солдаты и офицеры ВДВ проявляли всегда. Так и происходит сейчас. Бойцов и ветеранов ВДВ поздравил губернатор Алексей Русских. Наши десантники привычно находятся там где-то у дней всего. Где требуется максимальное проявление силы духа и блестящей физической подготовки. Особого воинского мастерства, беспримерной стойкости и отваги. И мы знаем, что нет таких задач, с которыми бы не справились наши воздушно-десантные силы и наша прославленная 31-я гвардейская отдельно-десантно-штурмовая бригада. В этом году воздушно-десантные войска отметили 93 года со дня рождения. Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда в ходе учений под Воронежем было проведено первое в СССР десантирование на парашютах. Уже к началу Великой Отечественной войны десантники составляли весьма серьезный вид войск. А воевали они с таким беспримерным мужеством, что это вошло в легенду. К поздравлениям в этот вечер присоединился депутат Государственной Думы Российской Федерации Владислав Третьяк. Действительно, когда видишь человека в глубоких беретах, то ты чувствуешь защиту, защиту нас, россиян. Потому что это действительно элитные войска, мужественные, красивые, храбрые и непобедимые. Давайте еще раз поприветствуем их, поздравим их, пожелаем им здоровья, счастья. О десантниках слагают стихи и песни. Автором некоторых из них является заслуженный артист Российской Федерации Борис Галкин. Вместе с женой певицы Инной Разумихиной они подарили ульяновским десантникам и их семьям концерт навстречу друг другу. Мы в страх повергнем их вые сердца. Профессия какая быть бесстрашная. Но чести не прикажешь стать вчера. Ирина Антонов, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.